здравствуйте дорогие телезрители эта программа 7 вопросов у нас в гостях виктория дашиева обладательница титулов мисс улануде 2015 а также вторая вице-краса россии 2016 правильно да отлично первый вопрос который наверное интересует очень многих парней мужчин у тебя есть парень хороший вопрос на который я не всегда отвечаю но нет у меня нет молодого человека а почему кстати ну знаете такой вопрос почему нет я не скажу что я не какая-то не нормально и что от меня все парни убегают ну просто нет обычно девушки жалуются как раз таки что что у них нет нет у красивых девушек меньше внимания то есть парни боятся подходить возможно я пожалуй соглашусь но не от этого ничуть не грустно ну правда нет ну бывает конечно такие какие-то назойливые иногда даже это очень страшно когда нет я расскажу один момент как-то раз я сидела дома и курьер привез мою фотографию в рамке с цветами то есть ладно как бы я на это не обратила внимание но у меня мама там подняла панику срочно нужно выдать санг шаману там какой-то ненормальный маньяк откуда он знает наш адрес ну то есть к этому я можно сказать и привыкла но родители до сих пор как-то для них это тяжеловато то есть они многого там допустим не знают что мне пишут в соцсетях они этого не видят и иногда конечно когда перегибают палку то есть жалко мне кажется только ну родители сергей спрашивает поддерживаешь ли ты отношения с другими участницами мисс улан-удэ и какая атмосфера была на конкурсе а так в тот ну в тот конкурс который я участвовал то есть это уже было два года назад так получилось то что я была на соревнованиях то есть в отъезде после того как прошла кастинг и приехала чуть-чуть с опозданием буквально в неделю то есть когда я приехала среди участниц они уже все будут друг другом познакомились там уже сформировались какие-то там компашки и мне было очень тяжело туда влиться тем не менее я со всеми подружилась мало того что я хорошо поддерживаю отношения с девочками со своего конкурса то есть когда я участвовала мы также очень хорошо общаемся с девочками то есть которые были после меня то есть за два года уже прошло три конкурса но сейчас ты сидишь в жюри да я сейчас вхожу состав в организации конкурса ну и как вы выбираете самую красивую самую красивую я вот скажу то что конкурс начинается с момента кастингов то есть мы сидим в жюри то есть на кастинге приходят девушки и то есть мы уже тогда обращаем внимание на все мы конечно прекрасно понимаем то что многие девушки приходят с нуля то есть у них нет никакой абсолютно там какой-то модельной подготовки не не умеет себя держать на сцене и для них это все впервые все это прекрасно понимаем но все равно уже видны вот эти вот задатки как девушка себя подает как она разговаривает и так далее ну на протяжении всего месяца то есть мы следим мы смотрим начиная от соцсетей и заканчивая вот как себя девушка подает а вот само шоу на сцене я скажу что она наверное больше для зрителя для родителей для ну для шоу елена ханихоева спрашивают что за конкурс вообще такой мисс русская вода ну как я понимаю это номинация была да даст так я сейчас все объясню когда я участвовала в красе россии заняла третье место победительницы красы россии после летит на конкурс мисс земля а на конкурсе мисс земля есть четыре главные номинации это мисс земля мисс огонь мисс вода и мисс воздух и самый главный то есть мисс земля и в тот год когда я заняла там третье место решили распределить номинации точно так же как и на конкурсе мисс земля то есть и вода это было вот вторая вице то То есть, в третье место. Боялась ли Вика пойти на Миссу, как она узнала про конкурс? Если честно, я попала туда абсолютно случайно. Я просто... Кастинг был в Лондоне, в заведении у нас в городе. А мы как раз с подругой недалеко обедали от этого заведения. И так получилось, что мы случайно попали на этот кастинг. Но пошли мы туда просто посмотреть. И так получилось, что нам раздали анкеты. Мы вместе с подругой заполнили эти анкеты. Нас с подружкой вместе взяли. Но так получилось, что подружка улетела учиться в другой город. Вот. И у меня предстоял выбор, участвовать или нет. То есть, я долго очень взвешивала все за и против. Потом решила, что я все-таки не буду участвовать. Потому что мне нужно будет лететь на соревнования. А тогда как бы... Ну, это у меня было на первом месте. И после того, как я прилетела с соревнованиями, мне позвонили с дирекцией конкурса. То есть, сказали, что ничего страшного, что вы опоздали. Мы вас будем ждать. И тогда как раз у меня началось... Ну, началось... Свободное время появилось. И я решила, почему бы и нет. И попробовала. Ну, у тебя все получилось. Ты уже несколько раз сказала про какие-то соревнования. Расскажи, чем ты занимаешься, какие у тебя успехи на этом полприще. Занималась... Я стреляла из лука. Да. Ну, то есть, я этим занималась шесть лет. Ну, это, наверное, не побоюсь этого слова, было дело всей моей жизни. То есть, тренировалась. Я буквально каждый день входила в сборную в Бурятии по стрельбе из лука. То есть, я ездила на множество соревнований. Есть разряд. Вот. Но в определенный момент я просто поняла то, что нужно оставить спорт. Это для меня, конечно, было очень тяжелым решением. До сих пор, конечно, скучаю. Но вот так получилось. Так. Что будешь делать в будущем? В будущем, ну, я скажу, что и сейчас я заканчиваю университет. На последнем курсе учусь я на финансиста. Если честно, я себя плохо вижу в роли финансиста. Но я точно знаю, что у меня сейчас последний год. То есть, пока я заканчиваю. И я буду решать все-таки, кем я буду работать, кем я буду в будущем. Но на самом деле мне 19, у меня еще есть время. Может, поступлю на второе высшее образование или еще что-нибудь. Посмотрим. Я непредсказуемый человек. Мне кажется, я мог проснуться завтра и захочу быть врачом. Так что я не буду загадывать, правда. Ну, то есть, возможно, ты пойдешь учиться на врача, но потом проснешься и решишь стать электриком. Ну, не совсем. То есть, если я, конечно, я решу, то нужно довести дело до конца. Хотя бы, как минимум, доучиться. Что тебя больше всего раздражает в поведении окружающих? Как бы это высокомерно ни звучало, ну, правда скажу, я мало обращаю, ну, как бы, внимание на окружающих людей, если я их не знаю. То есть, ну, мне очень нравится, когда прям пристально смотрят или шушукаются за спиной или еще что-нибудь. То есть, делать это так, чтобы, ну, этого бы не было видно, а так просто это как минимум не воспитано. А так все нормально. Ну что ж, это были все вопросы. У нас в гостях была Виктория Дашиева. Спасибо. Пожалуйста.